Айнард Фиаин, жители Империи, с вами Нильгардец. Сегодня на календаре 19 июля, а это значит, что вчера релизнулся Норланд. Отечественная стратегия в стиле Крусейдер Кинга, Тотал Вора, ну и прочих классных стратегий. Ну и того же, кстати, Мэнер Лорда. Сегодня мы посмотрим первый взгляд на релизную версию игры. Я думаю, там не очень много будет изменений, в принципе. Единственное, конечно, изменение это то, что это не демо-версия. Мы будем играть не 40 дней, а, ну, там, бесконечное количество дней. Значит, сегодня мы начинаем катку. Ну, катка у нас будет такая простецкая для того, чтобы посмотреть, а, ну, собственно говоря, на что у нас способна игра. На что у нас игра способна. Какие у нее тут есть интересные характеристики и прочее-прочее. Значит, а я хочу... В общем, смотрите, когда мы начинаем игру, я об этом уже говорил в своем обзоре данной игры, значит, мы начинаем с того, что в новой игре создаем себе семью. Ну, тут, смотрите, два брата и жена есть, ну, раскидка на то, какие у нас могут быть семьи. Отец, дочери, три сестры, два брата и прочее-прочее. Я беру стандарт два брата и жена, чтобы было два мужика, чтобы у одного была жена, а у второго жены не было, и мы ее ему искали, и за счет этого заключали союз. Значит, дальше, что мы делаем? Распределяем очки характеристик, там, манеры торговли и так далее. Значит, я беру и... Давайте так, так... В интеллект вложимся, чтобы она смогла изучить много всего. Значит, уберем ей бой, чтобы она нигде не принимала участие. И уберем, например... Ну, этому она научится. И вот так вот, чтобы она была не очень старая. Вот, 32 года оптимально. Вот, ему тоже 32 года. Ну-ка, сейчас будет 37, нет. Ладно, пусть убеждение остается. Командование. Ну, бой можно тоже ему срезать. И дать вот так вот в убеждение. И вот здесь вот... То есть, у нас, смотрите, специализация идет убеждение. Интеллект. И вот здесь вот управление или торговля. В управлении торговли у нас тут на 10 стоит. Почему? Потому что вот торговля, это самое главное убеждение, важно. Интеллект и управление тоже очень важные параметры. Значит, ну, тут командование тоже мы чуть-чуть снизим. А, хотя нет, подождите. Давайте мы ему в торговлю дадим. Дадим ему в торговлю. А этому все-таки командование нужно. Знаете почему? Потому что командование сочетается с убеждением. А вот бой ему поменьше сделаем. Значит, зачем нам нужно командование? Командование плюс убеждение помогает в интригах против других лордов. Также теперь мы сейчас выставим ему черты характера. Значит, мы его сделаем... Так, устойчивым к зависимостям. Эмпат. Социальные мысли безрассудные. Спокойные. Давайте мы их всех сделаем спокойными. Для того, чтобы не было нервных срывов. И чтобы они там не сходили с ума. Теперь отрицательную черту, какую мы берем. Так, азартное, тугодумие, несимпатичное. Не сказать, заявись его циник. Социальные мысли слабее, как и мысли о смерти близких. Вот смотрите. Я вот заметил, что по идее, если мы их всех сделаем циниками, то если умрет один из их родственников, то, соответственно, ну, всем будет чисто пофиг. Абсолютно. То есть, соответственно, никаких нервных срывов и прочего не будет. Далее выбираем место. Значит, смотрите. Вот отсюда обычно нападает у нас кровожадная орда. Сюда мы идти не будем. Хотя, в принципе, я орду, наверное, не буду старать. Просто для того, чтобы у нас был этот... Как его... Была возможность построить хороший город. Там повоевать. Чуть-чуть стать императором. Чтобы не было никаких там кризисов и прочее. Вот, 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 вот. Вот так вот. Цвет знака у нас будет, конечно же, желтый. Деталей нет. Цвет... Так, цвет фона. Вот такой. Так, и у нас это, конечно же, будет не Искоград. Это какое-то детское название. А вот будет взрослое название. Нильфгард. Отлично. Значит, смотрите. Что тут добавилось по сравнению с демо-версией? Можно сделать вот так вот. И расширить свои владения. Типа, вот, у нас Нильфгард вот такой вот теперь. Вот такой вот у нас огромный тип Нильфгард. Это все наши феодалы. Но я так делать не буду. Я хочу по хардкору поиграть, попробовать. И типа мы вот такие. Да, то есть вот наш маленький клочок земли. Почему я выбрал именно его? Тут много дерева. Много пшеницы. Много лозы всякой. Плюс у нас есть железо. Также, смотрите. Мы можем выбрать, что нам будут давать деревни. Я бы вот что взял. Так, что могут дать деревни? Железо, брюква, лесная трава, рожь и дерево. И дерево. По идее, смотрите. Дерево нам не так, чтобы прям очень нужно. Потому что дерево у нас дохренище. И у нас всегда лесопилки хорошо работают. А вот с рожью могут возникнуть проблемы. Потому что для того, чтобы... Потому что, смотрите. Потребление ржи в день в каждом городе. Ну, оно в среднем где-то у меня выходит 50-70. Если я при этом еще варю пиво. То там нужно подсотку. Для того, чтобы обеспечить 50 жителей. Поэтому все-таки лучше уж, чтобы вам рожь спонсировала деревню. Смотрите, вторую деревню тоже можно с рожью сделать. Но я возьму железо. Потому что железа у нас вообще нифига нету. А нужно будет делать оружие. Многие могут сказать, что типа. Ну, а нафиг тебе это оружие. Если у тебя там есть трава. Можно делать этот нектар. Продавать торговцам. Покупать оружие. Ну, какое-то оружие все-таки. Я думаю, ну, а хотя... Может реально нафиг оружие. Может пусть будет лесная трава. И тогда нам не нужно будет много этих аптек ставить. И тогда мы будем делать много нектара. Продавать торговцам. Давайте траву. Ладно, давайте траву поставим. Значит, кем мы будем? Мы будем... Посмотрите, тут варны. Мака-макая. Таня-таня. И варны. Значит, тут у нас есть разделение на расы. Опять же. Кайден-варвары. Это у нас там сила. Они имеют кузницу оружия броню. Мастерская бумаги. Бюрократия. Религия. Интериги. Маки. Это торговля. Мастерская пивоварни. И алхимия сразу знакомы. Есть торговля и зелья. А варны у нас природа. Они строят поля брюквы, свинофермы, травника. И ненавидят Кайден. А маки ненавидят... Маки ненавидят Танаю. Но нам придется вот с древолесием, если мы за варнов будем рубиться. Так, Таная ненавидит маков. Кайден ненавидит варнов. Кайден это кузница оружия, бронемастерские луков. Ну, короче, военные. Либо природа, либо военные. Свиноферма, травник, поля, брюквы. Ну, смотрите, если мы берем Танаев, то воюем с этими. Если берем маков, воюем с этими. Если Заварнов, воюем только с Кайденом. Если с Кайденом, воюем только с этими. Ну, короче, Кайден это военные. Кузница оружия, бронемастерские луков. Ну, смотрите, если кузница оружия, то нам нужно дохера железо. У нас железа нету здесь. У нас еда. Мастерская пивоварни. Алхимия. Мастерская бумаги. Поля брюквы. Пусть и на ферма травник. Ну, кстати, смотрите, если у нас бонус к травнику, то тогда нам... Пусть вторая деревня, тогда уж реально дает железо. Или дерево. Если мы будем за Кайден играть, то тогда вот нам будут с железом спонсировать. Ой, сложно, хочется как-то оптимизацию какую-то сделать. Ну, допустим... Блин, я всегда за варнов играл. Давайте, может, все-таки поиграем тогда за Кайдена. Кузница оружия, бронемастерская луков. Бонус к производству, ксенофобия, к варнов. А зато вот здесь вот все варны, и вот здесь вот все варны, а вот здесь вот кайден только вот здесь. Нет, нафиг. Будем за варнов. Потому что вот здесь маки, вот здесь варны, варны. Вот мы можем варновский союз сделать. Хороший. Вот мы целый... Вот мы уже все варны тут в четвером стоим. Давайте за варны. Так, значит, смотрите, начальный сценарий. Значит, тут есть пленники, дикари, нектары. Это алкоголики, путь меча, дезертиры, сок жизни, путь молота, хозяева. Это что, я крылась на пленников? Без сценариев, на ощупь, сок жизни. Так, а тут где-то было, что... Ладно, давайте без сценария, чтобы вот... Без кризиса просто будем завоевывать карту. Так, мирный режим, сложности игры. Ну, давайте мирный режим сделаем, ну, просто прочувствовать игру на начале. Я их просто люблю строить. Я люблю строить, я хочу отстроиться как следует. И посмотреть, сколько мы сможем построить за, ну, где-то час-полтора. Далее, быстрый метаболизм не нужен, волна фанатизма не хочу. После войны... Та-та-та, ну, патрик торговли, сила толпы, без пророчеств, без бедствий. Начиная с время времени, ваше принце могут обрушиться различные бедствия. Нет, это оставляем, долгожительство. Так, избыток железа. А вот, ну, как старые обиды, эти долгожительства возьмем и все, чтобы у нас персонажи были подольше, соответственно, опыт подольше и так далее. Все, начинаем игру. Есть, мы это сделали, мы это сделали быстрее, чем обычно. Смотрим ролик. Примерно 200 лет прошло, since the end of the devastating religious war, the empire fell, and its former provinces eventually became barbarian kingdoms. Вот, блин. Ну, что, мы скоро все возродим империю. Не может. Ну, мы постараемся всех мирно заложать сами. Голода у нас не будет. Не будет голода. Сможем, мы всех объединим. Всех до единого. Так уже темные века наступили, империя ведь рухла. Все, конец. Сейчас начнем. Сейчас так историю напишем, что вы офигеете. И тут это просто такая вставка. 20 minutes later, и все. У меня там пожар, там разбойники насилуют наших там женщин, прочее, прочее. Рыбят головы и так далее. Сейчас мы так прорастем, наверное. Потому что все-таки релизная версия игры, я думаю, там они как-нибудь что-нибудь подкрутили, так что мы вообще не сможем играть нормально. Ладно, самое главное, это построить сейчас 3 лесопилки и все. Если мы построим 3 лесопилки, то игра пойдет по нормальному сценарию. Итак. Вот. Есть, началось. Значит, это все неинтересно. Значит, смотрите, вот наш главный холл. Строение для лордов. Общежитие для кривозубых. Соответственно, рыночек. Значит, нам нужно... Так, барак для пленников у нас есть. Лесопилка, шахта, группы на опоре, сервис, склад, притон, таверна, библиотека. Значит, сначала давайте попробуем построить... Нет, все-таки нет. Сначала будем строить эти лесопилки. Раз лесопилка, два, три. Я врублю быструю игру для того, чтобы... Ну, все, быстро проходило у нас, чтобы подольше пройти. Значит, смотрите, вот у нас проблема. Значит, нужно построить лесопилку. Есть. Могут пока не молиться. Таверны потом построим. Алкоголь потом. Отсутствие производства. Сначала нужно построить лесопилки. Тут вот наши ребята, они тут кайфуют. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы сейчас берем и отправляем. Значит, смотрим. О, тут кинжалы продают. Этот нам не нравится. Этот не нравится. Эти не нравятся. Ноль. Ноль. Значит, смотрите, что мы делаем сейчас. Сейчас мы берем и отправляем... О, тут черные появились. Офигеть. О, а раньше, кстати, все были белые. А тут у нас маки теперь черные. Ну-ка. Ну-ка. А кайден какие? Тоже белые. Значит, смотрите, что мы делаем. Что мы делаем. Берем и отправляем сюда. Улучшать отношения. Барамыла. Пусть барамыл там наладит как следует отношение. Значит, тут у нас... Тем временем постро... Так, построилась первая лесопилка. Ее будет у нас обслуживать барамил. Подожди, барам... А, борамыл и борамил. Этот мыл, а этот мил. Ну, окей, ясно. Хорошо. Текст. Дальше идем. Назначаем барамила. И следующее. Сейчас еще одна лесопилка будет построена. Так, сколько у нас все крестьяне заняты? Не хватает двух рабочих даже. Это интересно. Так, и еще один разборамил. Сейчас он тут всех раком поставит. То есть, смотрите, чем мне нравится, кстати, вот этот искоград. То, что вот здесь вот есть поле. Тут три поля. Вот здесь поле можно ставить. Вот я помню, что в самой-самой ранней версии Норланда, там, короче, везде можно было ставить поля, там, выращивать брюкву, что-то там еще. Там, огороды ставить. А тут вот сейчас, ну, как-то не то. Как-то не совсем. Ну, да ладно. Это пока только начало. Значит, сейчас мы... 17.36. Значит, у нас семь человек, и еще вечером тогда придут людишки. Давайте мы поставим Борак. Борак. Так, их три. Ну, лорд нам пока не нужен. Вот. О, ну вот, пришло восемь мигрантов. Отлично. Постепенно деревушка будет разрастаться. Смотрите, вот они взяли у нас все денюжки. И побежали, вот, на рыночек покупать что-нибудь тут сейчас будут. Так, кстати, надо брюкву запретить продавать крестьянам, иначе у них будет брюшной тиф. Они все будут гадить, дохнуть и прочее, прочее. Значит, так, Барамыл у нас тем временем накладывает отношения вот здесь. Вот, отлично, отлично. Наложил там как следует. Так, ну-ка. Они хорошо там. Вот, теперь смотрите, хорошее отношение. Плюс 13. Теперь мы отправляем его вот сюда. Да, улучшить отношения. А, теперь вот так. Ну, ладно. Ладно, значит, тут все разберелись. Так, быстренько к торговцу. К торговцу торгуем Барамилом. У него бонусы. И, короче, скупаем у него книжки. Значит, берем хмельное пиво. Берем травника. Готовка мяса пока не нужна. Берем храм. Берем эшафот. У6Л, борьба с засухой. А, и тушеную брюку. 562. Так, что у него еще есть? У него тут у нас Л. Это не нужно, это не нужно. Ну, и все остальное пока не нужно. У нас тут все нормально. Ну, можно, может, колец взять. Кольца нужны, чтобы покупать услуги других рыцарей. Ну, смотрите, у нас 181 мука и 96 пива. Самогона нету. Ладно, давайте так. Давайте так сделаем. Ну, собственно говоря, сейчас будет ночь. Все будут спать. Поначалу тут все более-менее нормально будет происходить. Значит, единственная проблема может возникнуть чуть позже, когда будет прям дофигища людей и нужно будет что-то делать. Появится очень много бандитов. Придется им рубить голову, тыкать и прочее-прочее. Ну, смотрите, следующее, что мы будем сейчас сделать, это библиотеку. Надо срочно строить библиотеку, чтобы наши лорды изучали навуку. Навуку. Так. Пока остальные крестьяне будут рубить лес. Дальше мы будем строить пивоварню. Это очень нужно, чтобы крестьяне не просыхали. И... Ну, в общем, все было как в стронхолде. Чтобы они были очень довольны. При этом мне не нравится, что вот эти вот какие-то дебилы тут берут, шарахаются, что-то ночью. Тут в три часа ночи, не понимаешь, чем занимаются. Вот что с тобой? Ну, я понимаю, что у тебя нет дома, но потерпеть можно. Такс. Такс, такс, такс. Пятнадцать. Дайм. Пятнадцать. Так. И давайте, может, еще брюквенное поле. О! Кстати, смотрите, брюквенное поле теперь стоит сорок. А раньше, по-моему, брюквенное поле стоило восемьдесят. Я прям прорастал с этого. Так, так, так. Ну, давайте вот так вот на восемьдесят четыре. Так. Отлично, отлично. Давайте быстренько, быстренько строим мне библиотеку. Строим библиотеку. Давайте, ребята, давайте. Так что у нас три строителя тут, отлично. Отлично, давайте. Строим библиотеку. Почему никто не строит библиотеку? Вот, строим библиотеку, молодцы. Молодцы. Так, держать. Строй, строй. Девять утра, отлично. Девять утра у нас появилась библиотека. Смотрите, у нас появилась библиотека, мы идем сразу читать книжки Значит, тушеную брюкву у нас читает Зоря, потому что самая башковитая Далее мы изучаем ржаное поле, изучает Барамил А вот... Так, давайте травника будем изучать Барамилом Барамил изучает травника Значит, а, ну и при этом нам надо быстренько, быстренько А, нет, пока что нельзя, ладно, Барамил успеет тогда изучить, может, что-нибудь Давайте, начинаем, ребята, начали Так, и при этом нам нужно еще будет построить таверну, чтобы крестьяне не просыхали Это вот, это основа, это база, крестьяне не должны просыхать, они все время должны быть пьяные Чем хуже алкоголь, тем лучше, они тогда будут пиздить друг друга, а не нападать на наших лордов Это основа основ У нас тут для саповала работает, отлично Значит, у нас 5 безработных, да? Так, вот еще надо, моментик, надо установить торговые всякие вещи Значит, мука у нас стоит 4, брюква 3 Сколько у нас крестьяне получают? 5 Воины 5, безработные 0, по нулям Значит, что у нас могут купить крестьяне, по сути дела, только брюкву и муку, либо пиво Пиво, значит, бреном, а не пиво, ладно, пусть пока так остается, будем платить 50-ми Потом надо цены повышать, чтобы, короче, накручивать Почему? Потому что в итоге крестьяне будут скупать у нас муку, хлеб и уходить вместе с торговым караваном, потому что у нас там может получиться такая ситуация, что у нас цены будут ниже, чем у торгового каравана И они будут, короче, ему перепродавать в 3 дорого, но и станут с торговцами, нам этого не нужно Не нужно Не нужно, чтобы наша мука куда-то уходила Так, делаем самогон в размере, сколько у нас там брюквы? 50 Делаем 50 самогона Делать до 50 самогона надо Каждый день, чтобы было 50 самогона, чтобы крестьяне не просыхали Ни в коем случае они не должны просыхать Давайте, ребята, давайте, работаем Так, брюкву мы не даем никому пока, потому что еще не изобрели тушеную брюкву Как только появится тушеная брюква, сразу начинаем кормить крестьян тушеной брюквой, а муку отдаем исключительно лордам и солдатам Потому что крестьян нам не жалко, а вот воины нужны все-таки Тут нету такой жесткой специализации, как в мэнер-лорде, то, что там 3 класса, и там, если, допустим Какой-нибудь второй или третий класс умирает, тот, который его нужно заменять и прочее-прочее, тогда луки не выпускаются Тут все крестьяне равны, поэтому они могут дохнуть от брюшного тифа, там, жрать всякую дрянь Они нам не интересны, нам важны только лорды и воины Да-да-да, давайте, сейчас мы тут такой вам мэнер-лордс устроим Так, брюквенное поле, тоже давай барамил, барамил вперед на брюквенное поле Также нужно, чтобы он поторговал у нас Давай, поторгуй, посмотрим, какие там книжечки есть Так, скупаем книги Так, значит, что у нас тут? Дом крестьянина, неинтересно Бюквенное поле, душистый эль, хмельное поле, владение луком Пока ничего не нужно Здесь Тоже ничего не нужно Ну, самогон, нет, ладно, все, нормально А, все у нас нормально, так Вот, видите, читают, молодцы, читайте, читайте книжки Так Сейчас они будут либо пиздиться, либо бухать Ну-ка, а он ест А, давайте, кстати, посмотрим, что у нас в холле У нас пять пива, пять провизии Прямое указание Так, а у них что? О, вот смотрите, легкое одиночество, легкий голод, средняя усталость Тут у нас что? Легкое одиночество, средняя усталость Смертельная усталость Так, быстренько Так, берем и проводим время с Зорей Проводим время с Зорей Так, поболтали, поболтали Следующий день День два Слушайте, мы держимся У нас еще даже набега никакого нету и прочее, прочее Так, тут у нас четыре, восемь Ну, судя по всему Не скоро там у нас что-то будут покупать Никто не бухал Ладно, пусть будет так Так, давайте на поля брюкву собираем Брюква нам очень нужна Следующее, что мы будем строить Это Так, армия, казарма, жилье Декор Ну, на самом деле надо еще одно общежитие построить Это прям по зарезу нужно Потом Так, казарма Ну, давайте, ладно Артарь, алтарь Воздвигнем Где-нибудь вот поближе к Этому К бару Да А, к нам еще, кстати, скоро подселится Этот епископ Поэтому ему нужно вот так вот один домик понаставить Вот Ну, первое очередное, это, конечно, вот кривозубый Им нужен барак Так, давайте, все в барак Так, за работу, ребята, давайте Ну, а почему вы сразу взяли и построили церковь? Я же установил приоритет на бараке Ну, что это такое? Так, ну что, мы можем тут уже начать Общение, негоциации Не можем А, короля нету, класс Так, с кем тогда? Ну, давайте вот с этим, может С этим нет смысла дружить Нужно задружиться тогда Ну, с кем? Вы, 15, вообще Что у них тут есть? Первый посолитет Торговля, морды Нет, ладно, нам нужны маки Поэтому пусть будут маки уже Амбиции королей Давай вот эту Хозяйственность возьмем Значит, тут всякие амбиции Это как в Курс Рейдере Кингс 3 Вот это вот Смысл жизни и прочее-прочее Тут то же самое Так, все строится, вертится Так, людей еще пока нету Ну-ка Шелково-тресняково Какое у нас тут действие Сдержать миграцию Пока не будем ничего сдерживать 12 А тут 40 Ну, что-то у них как-то мало Дани, я хочу сказать Так, тушеная брюква изучена Отлично Все, теперь можем кормить крестьян Тушеной брюквой Им ничего от этого не будет Замечательно Сейчас они Просто они сейчас начнут волной валить сюда Поэтому если они там будут там блевать Дохнуть там От поноса умирать Прочее Ну, вообще не важно То есть постоянно будет волна миграции Обычно Хотя, возможно, на релизной версии Все подкрутили Давайте Ускоримся Так, давайте пока у нас есть Возможность Улучшим лесопилки Чтобы прям вообще Дофигища у нас дерева было Потому что нужно очень много дерева Я вот не знаю Тут у нас все-таки ввели Эти Деревянные стены или нет Но если ввели То Тут можно будет замок построить А замок будет деревянным Так, отлично Изучен травник Изучен травник И сразу строим Травника И знаете, сколько травников-то нам нужно Ну-ка, сейчас, подождите Вот Вот у нас полянки С травами Внизу Значит, нам нужно их где-то вот Вот сюда вот Пониже спустить Значит Раз травник Два травник Ну, давайте Ладно, вот сюда Три травника Нам нужно три травника Мы должны наладить Очень хорошее производство Ну Осуждаемых веществ Осуждаемых веществ Желтого цвета Если вы играете в Норланд Вы знаете, что я имею в виду За счет них Мы будем Держать наших людей В узде С одной стороны С другой стороны Вызывать у них Боевой раж А с третьей стороны Ну, собственно говоря Торговать этим На рынке Да И построим еще одно общежитие Прям чувствую, что оно нам Понадуется В общем, скоро Так Ну-ка, давайте Во-во-во Началось Все сейчас начали бухать И будут бить друг другу мордой Молодцы, ребята Давайте Давайте Так О, боже мой О, так у них тут еще и секс был Вообще-то Да Я его пропустил слегка Ну, бывает Проповедь Зоря проповедует Ну-ка Смерть Кайденсам То есть Слава Великому Солнцу Так Давайте, кстати, поторгуем Может у него там новые книжечки появились Так Книжечки Готовка мяса Дом крестьянина Рюквенное поле О, алхимик Душистель Самогон Рубля и принца Дает в два раза меньше Отрицательную мысль Ну, пока не будет Давайте, алхимика возьмем Вот, алхимик нам нужен Так И, что мы будем делать Мы изучаем алхимика С помощью Зорьки Потом На храм Кидаем Нет Барамыла мы кинем на Мельное пиво А барамил А барамил Потом еще у нас изучит Храм будет изучать Он у нас все время в городе сидит Поэтому можно Так, дальше идем Так, нам все-таки вот к этим ребятам Нужно заведаться в гости Почему мы не можем Мы же здесь будем дома Через один день Шесть часов А что Как-то так Как-то Ну, не очень Странно Так, всем спать Давайте Быстренько Всем спать Так, у нас Семь безработных крестьян На секундочку А тут что, не достроено, что ли? Или достроено? Что-то как будто не достроено Я на самом деле сомневаюсь Что мы сейчас Сегодня доживем До Боевых стычек Но Возможно Возможно доживем А возможно и нет В любом случае Нам нужно Просто хотя бы Отстроиться чуть-чуть Это всего лишь второй день Тут прокрутка такая Ну Да Быстрая достаточно Но Как-то Это Не Не так быстро Как прям совсем хотелось бы Хотелось бы еще Чтобы быстрее была Может быть там выпустят моды Или там добавят еще Третью Скорость Ну в данном случае четвертую Потому что нормально Быстро Очень быстро Нам нужно очень-очень быстро Чтобы прям вообще все пролетало Иногда В самом начале А потом уже выставлять Более-менее нормальную Скорость Ну смотрите Тут у нас есть внешняя торговля Значит Для Для заключения Выгоноконтракта Может быть А ничего нового Короче Тут работает Спрос предложения Если там На рынке много товара То все пипец Он будет мало стоить И тому подобное Значит нам Сейчас нужно построить Рожаное поле Брюквы Рожаное поле Брюквы Да класс Нам нужно построить Сейчас огромное количество Этих Собирателей Малины О отлично Так рожаное поле Есть Ставим Во первых Мельницу Ставим Во первых Мельницу Теперь Давайте Ставим Рожаное поле Вот рожаных полей Нужно побольше Побольше А подождите Слушайте Так мы можем Что-то я на это Раньше не обращал Внимания Я обычно обращал Внимание Что типа Вот здесь Вот в этой зоне Лучше всего ставить Потому что Плодородность большая А так Если так подумать То мы можем Просто тупо Огромное количество Вот этих полей Понахерачить Везде Где только можно И все И нормально Ну-ка У нас сколько 96 А тут у нас 44 48 Да Ну и так Соответственно Мы будем через Поля Короче кидать Огромное количество Крестьян на поля Чтобы они там Что-то делали Окей Ладно Я походу Я просто раньше На это не обращал Сильно внимания Но В общем Смотрите Мы сейчас Вот под дерево От дерева избавимся А наставим Огромное количество Брюквенных полей И там будет работать Огромное количество Этих Понаехавших Можно так сделать Вопрос конечно Будет ли хватать Скажем так При этом Припасов На тех людей Которые приехали Ну Будем надеяться Так Значит у нас Один освободился Так Быстренько Изучаем храм С помощью Барамила Так 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 у всех Легкоизвольны С воспаленными ранами Ноль 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 Нормально Так что у нас С людьми Святая София Покинула меня Это неважно Легкое одиночество Средняя усталость Легкое одиночество Легкий голод Средняя усталость Не читайте книжки Читайте книжки Ребята Давайте Читайте книжки Так вот Значит Нет Не улучшаем Назначаем Давайте Пусть у нас Зоря будет Ответственна За Этих За травников Давай успей Построить травника Пожалуйста Давай Остался час буквально Давай быстренько Быстренько Блин Они 15 минут Только это Сидели там Думали Давай 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 Есть Все Мы успели построить За сегодня Трех травников Отлично Зоря Иди туда Давай Давай Приказы Так Пришло Так И у нас Пять незанятых Крестьян Вот смотрите 26 всего Пять незанятых Пять незанятых Плюс еще У нас Один барак Недостроен Эйк Бонус О То есть Мы Ясно Значит Мы можем Еще 16 сверху Получать Отлично Отлично Так А здесь У нас Есть бонусы Какие-то Тут у нас Бонуса Нету О Класс Ну слушайте Они короче Это сделали Прикрутили На релизе Значит Всякие Вот такие Вот штуки Бонусы Потому что Я не помню Что в последней Демоверсии Так было Ну как Приоритет Да Нам нужно Вот сюда Ставить Приоритет И Приоритет Должен быть На травниках Потому что Они будут Основой Нашей экономики Я прям Чувствую Как вот Нильфгард Превращается В Афганистан Какой-то Так Сейчас Вот мне еще Вот не нравится То что Ну на самом деле Ночью тут Очень много Активности На самом деле Но она будет Позже Когда появятся Всякие Бандиты Разбойники И прочие И прочие Прочие Там Всякие Криминальные Элементы У нас У нас пока Что Нормально У нас Пока Что Хорошая Более-менее Деревенька Так Что мы Еще Можем Построить Новая Империя Нужно Объединить 12 провинций Норланда Стать Королем И так Далее Окей Значит Нет Дороги Дороги За деньги Деньги Тратить Не буду Склад Притон Не нужен Вот Алхимик Нужен Он пока Изучается Сегодня Будет готов Алхимик Сегодня Будет готов Алхимик Давайте За работу Ребята Начали Так Почему там Ноль Еще разочек Ваш король Объявил Что в ходе Его правления Производство Товаров Достигнет Суммы 1722 В день Ну Это на самом деле Легко сделать Надо просто Чтобы огромное Количество крестьян Было И торговцу Сплавить Что-нибудь На тысячу Чтобы у вас Было больше Детей Ну-ка Подождите А вот Женить бы Да Нам надо Срочно Жениться Отлично Давайте смотреть Ну Соберем Вот Барамил Должен Вступить В брак Давайте Искать ему Невесту Побоюсь Невеста Невеста Стоит Денег Значит Это стоит 644 Она черная Какая-то Тевтра Это неинтересно Значит Тут у нас 610 Тут 644 Что-то они Какие-то цены Заломили на невесту Это мое Почтение Так Вот здесь 676 Нет Не то Что-то какие-то У них дорогие Женщины 644 610 Вот это Ну Варны Свои Все-таки Так Кто у них Филама Давайте смотреть Кто такая Филама Значит У нее есть Манеры Убеждения У нее есть Манеры Убеждения Это хорошо Так Махов Не будем смотреть Так Значит У этих Лемена У Лемены Так Вот Лемена Что у нее Что она умеет У нее Убеждения Манеры Тоже Есть конек Торговля Она не прокачена Хорошо Давайте тогда По цене Берем По цене Берем Филаму Для Барамила Давай Барамил Вперед Красавчик Давай Честно Так Здание Требуется Управляющий Назначим Барамила И сюда Тоже Назначим Барамила О Изучен Алхимик Отлично Так Берем И Строим Алхимика 5 Мы можем Построить Трех Алхимиков Но в принципе Давайте Мы поставим Из 40 Одного Пока Поставим Алхимика Пока Будет Один Алхимик Так А сколько У нас Производит Цветочков У нас Производит 2 4 А Произведено Бонус 3 Произведено 3 Бонус 2 А Ну То есть В день Где-то 5 Цветочков Они Производят Это Строительство В приоритете Так А здесь У нас Что А Тут Что Заказано Делать Муки До Давайте 150 На всякий Случай Все Идет В муку Пусть Лучше Уже С запасом Будет Мука Так Нектарозависимый Персонаж Который Зависит Оботреблении Нектара Игулятор Находится Под воздействием Понятно Так Нектарозависимый Игулятор С повязкой Класс У них Есть нервные Сырые Значит Ограничить Персонаж Оботреблении Нектара В меню Династии Надеется Что через Некоторые Дни Известимость Пройдет Так Значит Что мы Делаем Так Лечебная Мазь Сколько у нас Лечебная Мазь Там 5 Ну Лечебная Мазь На самом деле Очень даже И нужна Потому что Мало Поранится Кто нибудь Еще что Плюс у нас Войско Лечится Лечебной Мазью Так Ну Сюда Мы Отправляем Опаньки Вы Посмотрите На Требства Но Божеское Дело Делают Детей Скажем Так Вы Это Слышите Да Это Короче Не Норланд Это Какой-то Порнхаб Относительно Приличный Давайте Поторгуем Может Книжечки Может Какие-то Сможем Купить Так Святой Караван Так Давайте Смотрим Книжечки Какие Есть Нектар Канцелярия Дом Крестьян Отравитель Душистель Правильная Рупа Облушение Палец Владение Руком Так Берем Нектар Канцелярию Крестьян Отравителя Так Теперь Что-то Надо бы Ему Продать На самом Деле Надо бы Ему Что-то Продать Давайте Мы Продадим Ему Самогонщика Продадим Ему Брюквы Продадим Пшеницы И Вот Этого Леса Ну Вот Так Мы Как 300 Потеряли Нормально Так У Нас 31 Крестьянин Безземельных Нет Нужен Нужна Рожь Нужен Хмель Ну Давай Филама У нас Будет Так Мельное Это все Изучено Значит Сейчас Нам Нужно Поставить Шафот Может А Нет Нам Нужно Изучить Нектар Вот Нам Нужно Чтобы Зори Изучила Нектар Значит Железную Шахту У нас Изучит Барамыл А Филама Пусть Изучает Пока Что Эш Нет Пусть Она Дом Крестьян Изучает Они Чуть Позже Понадобятся Вот Ну Мы Продолжаем Уже Четыре Дня Нормально Деревня Растет Мятежа Нет Там Все Нормально Давай Барамил Вперед Ты у нас За алхимию Еще будешь Отвечать Тогда Чтобы Побольше Производилось Нектара И Там Прочих Вещей О Началось Что там Кто там Блюет А Кстати у нас Появилась Это Кстати у него Жена Ведь Появилась А у нас Еще Приперется Епископ Вот На него Надо Домик Что из Ресурсов Отлично У нас Появилось Хмельное Поле Давайте Ставить Тогда Вот Так Хмельное Поле Ну Сейчас Один день Можно просто Промотать Вообще Ничего Не строить Наверное Крюсити У нас По больших Дерево Наберется Потому что Нам Сейчас Нужно Начать Усиленно Торговать А Знаете Почему Потому что Смотрите Нам нужно Храм Ставить А там По-моему Для него Нужен Нужно Железо Чтобы Так Место Хранения Ресурсов Выдачить Зарплаты А также Строитель Складки Семь Берут Для Производства Утром Всегда Женщик Товар Вечером Через Любой Складки Не умеет Золото Кроме Золота Кремя 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 На Переначь Ресурсов Дальше Заключение Хорошо Согласен Давай Нам Нужны Склады Но у нас Всего Лишь Два Этих Это Что Такое Что Это Такое Сейчас Было Зверолесье А Это Что Что За Фигня Присоединить Петрегори К своему Королевству А Это Что А Это Типа Намек Что Нужно Армию Собирать Понял 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 Ладно Строим Казарму Вот Тут Казарму Поставим Чтоб Если Что Вот Такая Стеночка Была Что Обычно Они Сюда Слева Начинают Приходить Ну Это Кстати У нас Очень Хорошая Карта В том Плане Что Здесь Ручеек По идее Ручеек Нельзя Обходить То есть Мы Можем Просто Вот Тут Поставить Эту Стенку И Вот Здесь И Они Тогда Не Пройдут И Вот Так И Так Допустим И Так Допустим Если Тут Есть Стены Отлично Ну Кстати У них Тут Медовый Месяц Допустим 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 Так 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 Еще Они Должны Начать Нам Рожать Детей В Диком Количестве Так Что У нее Тут Мною Пренебрегают Филама Нифига себе Святая София Покинула Сексуальное Желание Минус Восемь О Хочет Секса Легкий Голод И Смертельная Усталость Класс А у нее Что А Барамил И Пренебрегают Серьезно Что это за Брет Так Что у нас По идее 59 27 Нормально Нормально Так Надо Ставить Тогда Склад Один Один Склад Поставим Я не знаю Вот здесь Давай Пиндюрим Вот Вот здесь Из-за Плохого Настроения Филама Отказывается Выполнять Наше Задание Что За Брет Филама Лорд В депрессии Серьезно А у Этих Опять Секс Был Вот Что Я Называю Хороший Брак Что Там В Городе Святой Королю Ну Давайте Торгуем Барамил Быстренько Давай Торгуй Давай Барамил А Есть Это Крован Они Ушли Уже А Они Уже Ушли Блин Ладно Это Что У нас Так Класс Так Ну Смотрите У нас Казарма Построена Давайте Наймем Армию Может быть Смотрим Из Крестьян Один Воин Кто Ты Воин Ахиллес Сын Пелея У нас У нас Появился Налог На Воинов Класс Ну Один Воин Будет На Всякий Случай Там Армии Смешные Наверное Два Два Три Человека Пока Что Пока Что У нас Совсем Нормальные Отношения Надеюсь Ну Ка Правим Короля Вообще По идее Нужно Знаете Как Делать Что Вот Эти Вот Значит Поначалу Что Всем Женщинам Скидывать Ну Всякие Такие Третье Стрепенные Постройки Основные Ставить На Куратора Да Получается Королем Бегать По Карте И Улучшать Отношения Ну В принципе Я хочу Сказать Что Пока Что Багов Я Что Не Сильно Вижу Все Более Нормально Ну Да Единственное Что Тут Что Как То У Всех Плохое Настроение Хочу Сказать Бывает Так Нам Уже На самом деле Нужно Строить Эту Канцелярию Канцелярию Почему? А Потому что Что у них армия Что ли Идет Или что? Вот Они разбегаются Все в разные стороны Сколько У него всего лишь Армия Ну-ка Четыре воина Девять сил Походу Ну Что-то Так себе У этого У этого Тринадцать Воинов Серьезно А Это Такая Таная А Она Получается К нам В гости Что ли Идет Классно К нам Таная В гости Идет Из Ветрогорья Походу Хочет Улучшать Отношения Либо Перебежчик Вот Это У нас Дерево Вовсю Херачит Отлично Если Обычно Гость Резон Планов Мстечение Кто Хочет Пообщаться Прыграть В кости Кто Ищет Сексуальных Приключений Кто Хочет Подкупить Ваших Лордов Классно Поверьте Мне действия Чтобы Узнать Что Она Хочет Так Что Она Хочет У Нас Устроение Благодать Продошло Пришествие Так Давай Мы С ней Замутим Барамыл Давай А это Кто А это Еще Один Сосед Нифига Себе К нам Сразу Двое Под Это Подкатило Ну К Подождите А Кто Это С Цветочком А Вот С Цветочком Это Пыльная Долина Интересно Так А Это Что Так А Звездный Ручей Это Что Значит Что За Корона Что Он Себ Королем Объявил Каким Особым Симпатия Класс Так Знание Получено Замечательно Значит Надо Еще С Нембисом Затусить Так Зоря Давайте Зорю Мы Отравлению Будем Учить Мне кажется Она Ебнется Уже 35 лет Так Несчастные Безработные Могут Просто Покинуть Ваш Год Могут Стать Преступник А Блин Первый Преступник Появился Нужен Шафот Срочно И Вот Епископ Появился Кстати Говоря Так У него Все Отлично Для него Мы Строили Домик У нас 40 Крестьян 40 Бараков Замечательно Еще Одно Общежитие Ставим Так Надо Срочно Начать Строить Поля Чтобы Крестьяне Были Заняты Работай Работай Давай Работай Работали И платили Налоги А Можно Еще Кстати Это Их В армию Зафигачить Так То Лучше Так И Быстренько К Торговцу Барамил К Торговцу Ну Смотрите В целом А И Смотрите У нас Науктов Воинов Три Окей Так Что Можно Тренировочное Поле Берем Правильная Рубка Удобряем Правильное Средной Загон Так Это 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 Берем Значит Ему Толкаем Что Мы Толкнем Давайте Цветочки Цветочки И Лес Тренировочное 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 осмотраешь у нас по династии так употреблять нектар нельзя лично вот тут вот смотрите проблема с интерфейсом что это фигня на что ну я все понял да как убрать как помощь знание получит о храм есть ставим храм 10 железа надо плохо и у нас сейчас будет еще дом крестьянина на дом крестьянина тоже железо нужно везде нужно железо ничего сейчас мы нектар начнем гнать а нектар у нас есть уже никто а и для него нужен самогон очень делаем 50 нектара вот так вот так а самогона мы делаем вообще сотню сотню самогона надо хотя бы вот так ладно 30 30 100 самогона замечательно и лучшим чтобы больше самого нагнали вот седьмой день я думаю можно вообще просто тупо пропустить что ничего не делать так а это штука хоругва это кто это лорд так давайте посмотрим что можно изучать барамил нет пусть изучает пешафот ну и кстати там вот эти книжечки которые мы читаем они вот не просто так зеленый там серый цвет фиолетовый чем сложнее книга тем ярче цвет ну соответственно фиолетовый самый сложный поэтому нужны опа это что такое зори ты чё стоп 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 зори ты а нет ты спишь я думал она изменяет мужу почему она голая тогда спит лето на дворе так все точно спят причем смотрите все как бы спят в одежде да она спит голая непорядок почему не спит в хижине она для епископа вообще-то а типа если у нас больше 40 то епископ начинает что-то делать у вас так давай социальная дачу тебе с настроением или одиночестве что если таким уже ждать азарта легкий голод мучительное желание на хочет секса все ясно проблема проблема конечно да зори что ты там голая ходишь и понять очень могу что она голая вот первый бак вылез по ходу или если она в плохом настроении она ходит голый так шахта сейчас будет дом крестьянина скоро будет подозвучно это что такое дня а их вассоризировали прикольно я и не собирался никого грабить мне очень неким по сути дела так дом изучен так давайте еще смотреть что нам нужно вот пусть изучает филама канцелярию быстренько давай ну вот я же говорю дом крестьянина там нужно железо а он нужен потому что в домах христиан живут эти лояльные крестьяне лоя листы я вот только одного понять могу почему деревьев так мало стало ну блин их же дофигища что они тут не рубят можно вот в мейнерлорде можно эту определить зону работы вот это хорошо а а наконец-то ну-ка делают наследников ну скажите вот в мейнерлорде такое возможно нет поэтому норланд круче это реально crusader kings 3 ладно не будем мешать посмотрим что тут происходит что-то плохое обсуждаю а это кто слова мил фермер ну смотрите не херово такой фермер я хочу сказать у него есть легкая броня и кинжал и вот еще тоже фермер ну лук броня офигеть это че за фермеры такие травник с булавой эти а это бандит жить у нас три бандита вы серьезно надо срочно ставить эшафот еще не изучен блин вот я и говорю что сейчас вот эта куча людей вот так вот прется просто и и давайте зори давайте зори шахта то что надо кстати торговец не пришел а у нас уже 30 нектара есть все есть значит он продает за 16 покупает за 4 серьезно за 9 покупает за 5 так стоп у нас че мука кончилась серьезно офигели а я понял походу все я понял ну сейчас мы вот что сделаем значит значит цветой караван значит нам нужно чтобы наша мука стоила 10 значит брюква должна стоить 4 чтобы они не продавали его святому каравану потом пиво должно стоить 12 15 самогон должен стоить 5 5 значит теперь смотрите чтобы купить муку и пиво крестьянину нужно заплатить 12 22 этом потолок чтобы купить брюковый самогон нужно заплатить 9 соответственно где то в районе 10 мы ему можем поставить жалование и они будут жрать брюкву так а воины воинам допустим будем платить 15 их не очень много а если крестьяне ну допустим ну смотрите вот крестьянин покупает муку и допустим покупает самогоном нужно заплатить 15 а допустим покупает брюкву и пиво ему нужно заплатить 16 значит какой-то один из товаров ну допустим 10 да мы ему заплатим соответственно он может покупать все время самогон и брюкву и на у него будет откладываться одна монетка а давайте мы им тоже 15 заплатим а этим 16 и ладно всем по 15 безработные пусть а безработные пусть получают 4 чтобы у них просто на брюкву только было и все тогда они может бандитами не будут становиться все я я плановую экономику классно все сделал надеюсь я не останусь без штанов после этого и с восстанием еще каким-нибудь безумным так тут у нас что плюс одиннадцать плюс пять плюс пятнадцать опаньки стоп, это что звезда лесья, он что покорил а нет, древо лесья древо лесья, он завалил Вильям Галла ооо, ну понятно нет, провести время вместе барамел пусть идет там уже всех вассализируют я только деревню строил, ну в принципе у нас легкий уровень, поэтому на самом деле мне больше нравится строить чем там что-то делать, потому что на самом деле интереснее смотреть, как они тут молятся что-то делают, ну такой симс для мальчиков по сути дела ооо все, все лорды в депрессии жесткой причем мучить богиня ну-ка да желание награды социальное соблазнить нет провести время с барамелом провести время с зорей о, еще три мели с к нам пришел, класс что, вот что, что не так наймите свободного лорда нужно начать варить пиво в городе много бродя пять штук, ну что, сейчас мы их быстренько почитаем, не хватает храмов лорд в депрессии ну на самом деле идеального города я думаю невозможно получить, чтобы без преступности было самое главное, чтобы не убивать других людей иначе еще один, ну серьезно сейчас еще один бродяга ну-ка, а вот смотрите вот мы можем, кстати, отследить сколько у каждого денег на руках 25, 15 тут что у нас на складе ни хера ни хера, ни хера вот, сейчас они все полезут на склад на рынок о, у нас ребенок родился, ребята я стал отцом ну, точнее сказать, барамыл стал отцом нужно начать его обучать всему зоря пусть будет его учить ну-ка, мы в ноль выйдем хоть или нет так, так, так 74 давайте еще 70 вот смотрите мы выдали зарплату там на сколько на пять сотен и в итоге по идее мы должны получать в районе пятисотен в итоге мы в минус 16 вышли если так будет каждый день то плохо так, давайте мы тогда им финансы обрежем христиан доведем до 10 пусть жрут брюкву и самогон все я сказал так, 40 нектара пусть будет мне кажется, или кто-то нектар ворует чего? откуда 12 потреблений мы нигде им не торгуем у нас нету притона на секундочку ну один бродяг он походу либо ушел либо умер класс почему у нас головорез что за а, ну потому что они это вот они вот они вот они вот он пошел вот он смутьян вот он ну-ка где у нас тут сервис эшафот еще не изучен что ж такое ай еще нету даже ладно ничего сейчас мы быстренько обкарнаем как убрать эту помощь что у меня просто вот так вот все не знаю может это бак какой-то может настройках это есть отключены Включены. А, вот. Вот так лучше будет. Вот так лучше будет. Провести ночь. Так, а давайте мы какую-нибудь эту бабу завалим. Ну-ка. Драголюба. Так. Вот, смотрите. Барамыл восполнен 50% потребности в сексе. У него потребность в сексе аж 14. Так, а у этого... Средняя нока. У этой тоже мучительное желание. Ну, блин. А чё ж вы между собой как-то это не решаете, эту проблему. Ну, давайте так попробуем. К жене брата пойдём в таком случае. Так. А этот к зоре. Ясно всё. Угольная печь появилась. Откуда? Я ж её не изучал. Опаньки. Началась измена. Так, ну-ка. Кто это? Ная и... О-о-о-о-о-о-о. Епископ. Епископская сила. Вы посмотрите. Он занимается сексом с какой-то Найей. С какой-то фермершей. Ну, вообще, молодец. Мощно. Да. Ну, возможно, у них нету целебатов в этой... В религии у Норланда. Так. Ну что, давайте поторгуем. нагреть смотреть сразу книжки так мастерская брюква засуха вы на логистику души стрель найти мастерскую возьмем и начнем продавать нектар всего лишь 135 серьезно а цветочки то огромное количество денег стоит смотрите вам аж даже цену сбили офигеть но и чтоб 14 было все есть у нас 380 пшеницы так что тут еще нас кстати просадка по выпивке и по еде что-то как-то не то надо больше менять ставить тогда надо еще одну мельницу и еще один давайте оружие накупим когда вот так 9 оружия само то кинжал и не будем брать не плохие понятно с мечи самое лучшее в общем есть так что дорогие друзья ставим еще одну мельницу и еще одну пивоварню как и быть заодно крестьяне будут задействованы то как-то грустно когда уже будет эшафот готов надо разобраться с этими бродягами а то они достали чуть-чуть и они начнут людей убивать я удивлен что вот у нас уже девять дней ни одной драки не было ничего скоро начнется ну что я хочу сказать после скажем так демо версии я хочу сказать что мне нравится интересно баги подчинены как-то игра более-менее гладко идет ну понятное дело что мы на легчайшем уровне я просто хотел посмотреть как она в принципе функционирует обычно у меня уже в пятый шестой день начинались безумные драки из-за самогона там экономика летела к чертям и прочее прочее а сейчас даже на легком уровне из-за какого-то не из-за какой-то несбалансированности а сейчас как-то баланс подкрутили и стало намного удобнее приятнее играть обратите внимание даже уже без храма играю и все нормально нормально раньше вообще без храма было невозможно играть абсолютно а сейчас в принципе очень даже хорошо так что там достраивают есть так достроили значит мы сюда ставим барамыла а сюда ставим филаму раз два и тут еще вот кстати можно кучу полей вот так вот поставить ну все нам уже нужна канцелярия или еще один лорд хотя будешь ребенок может они то и ребенок еще будет где-то 30 дней расти 5 она голая ходит да что с ней будешь делать чё она голая жарко наверно лето она вообще не может убрать как ничего ничего не может быть в этой планете там шансовки вот так стремились уголь все зафигнолет растет шахну так так с древолесьем для меня кажется что чуть-чуть поиграем не за за вассалят тут а паньки так давайте смотреть на сколько у нас сейчас в минус уйдет никто кстати не хочет покупать эти все брюквы и буквы и у денег мужчине у кого нет а где все деньги жили бродяга и тут на складах ничего нету где все еда и они все сжирают и прямо на ходу так вот минус 76 74 насколько бы в минусе останемся есть профит пошел плюс 10 отлично плюс 15 у класс хорошо ладно 36 походу а ну походу был дефицит еды ну понятно все ясно так пиво мука нектар лечебная мазь нормально да цветочков много так что много можно еще много чего сделать что тут просто высадились так как бы то можно было что-то еще производить о так есть можно ставим храм так храм мы поставим давайте вот здесь поставим чтобы люди сразу шли молились такие чувства на канцелярия щас еще до исследуются блин поскорее пошел фото уже появился то не могу не могу надо казнить кого-нибудь казнить хочу вообще не могу вообще и вы знаете это чтобы сделал я бы просто ускорил бы ночь на самом деле еще бы чтобы быстрее ночь пролетала потому что максимум что тут может быть это эти разбойники там нападут на кого-нибудь и все ладно еще минут там 10-15 посидим и я думаю можно сворачивать потому что ну деревню более-менее мы развили ну следующий прохождение может если выложу то посмотрим хотя я думаю тут нужно делать быстрые такие обзоры на 20 минут партии но в целом я вот зачем запилил видео чтобы вы посмотрели что в принципе все работает отлично несмотря на то что а как многие писали в комментариях она это отечественная игра значит полная фигня нет не полная фигня все работает все интересно в некотором смысле даже круче чем там римверл ну во многом конечно да его потеряет но мы как бы сейчас этот легкий уровень выставили чтобы посмотреть в принципе возможности игры потом то я буду запиливать отдельные сюжеты я там будет вообще трешу угар мы все не исследуем еще бромил мы все не будем исследовать и шафот или нет да ладно на складе нектар серьезно я же запретил пить нектар стоп я не понял а что там нектар делает я я я запретил династию употреблять нектар что там делает нектар мерзость надо наверное еще одно бритвенное поле поставить надо это не а они 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 он В общем у нас с едой проблемы Впрочем серьезные Субтитры сделал DimaTorzok Вот кстати пиво они делают Зоря была такого награбителем Барамыл и Хвала начали драку Серьезно Ну-ка Ну-ка давайте смотреть Где О-о-о-о-о-о-о На На Давай Давай Емае Нифига себе Давай Давай Зоря помогай Давай Помогай Зоря Давай Есть Давай 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 Гаси Гаси Давай Давай Да блин Есть били бандит а второй где а где 2 2 смылся ну 1 хоть загасили вот минут с минус 1 аннигилирован так мы все ему надо подлечиться желать провести чон да хорошо провел ночью хочу сказать не понял а это еще один сын о прикольно у меня так ну давай это покумекаем ночь что-то там обо мне думаешь рассказывай подвисает сюда подвисать ничего а ну что авто сейф был класс так вас я хочу спихнуть детей на епископа чтобы он их обучал так вот у нас здание построено и будем проповедовать так что у нас там ничего не будем проповедовать вот все сейчас мы скинем всех детей на епископа и освободим и пусть он отрабатывает пусть он отрабатывает так ну давайте шафот уже ставить быстренько опа ну-ка что у нас тут заказ на нейтралитет раха тэп находится в сложном отношении с вели мгом так ну-ка вели мгим это где а где а вот вели мгим вот вели мгла федора вот она федора давайте вы давайте возьмем заказ там и дела убийство лорда федора так ну-ка шансы 29 47 30 41 47 вот про это я и говорил что и вот убеждение командования причем защита любящей семьи будет снята я не хочу нет 900 мне ничего не даст возитесь сами не хочу убивать сколько у нас количество бандитов 5 они мне показалось когда же вы изучите наконец-то шафот опять елина к нам в гости пришла выстрел ладно зори погулять наконец-то изучен эшафот друзья вот я так долго этого ждал эшафот поставим прямо вот тут вот сейчас это это приоритетное строительство сегодня ночью будет казнь зори будет главой эшафот а сейчас все пойдут на праздник а кстати это г у них еда есть на складе ничего нету ладно началось вот все отлично ну что дорогие друзья начни да начнется казнь на этом я думаю мы сегодня и закончим игру массовой казнью напротив рынка так казнь избавляемся от преступных элементов все бандиты будут наказаны 5 так я увидел 5 и тут где-то еще один бродит наверно еще парочка так где они тут не видно что-то ладно давайте хотя бы пятерых казним так о так первый пошел всем приятного аппетита давайте казнь внимание казнь за то что ты бандит короче башка с плеч быть преступником плохо давайте сейчас этом бухают веселятся смотрят сейчас конкурсы начинаются нахлобысь слышали и музыка такая прекратилась и все таки в стоп-кадре таки типа что что простите как как казнь казнь все казнь давайте промотаем еще так ну-ка кто тут бандит мирона да ну-ка казнь ребята всем приятного аппетита веселитесь халобысь хлобысь бу 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 казнь так голубчик иди-ка сюда иди-ка сюда давай иди-ка сюда так внимание казнь казнь все давай давай мое хорошее пока так следующее следующее давай следующий кричит заведующий так всем там развлекается вот это вместо телевизора и интернета средние века сейчас елина такая проходит я такой перед ней попонтуюсь так срублю голову что прям вообще давай давай быстрее пока она не ушла давай давай есть она даже не обернулась елина ты чё такая грустная окей вот тут жирно он больше всех походу это главарь банды ну-ка где он тут давайте самого жирного казнь избавляемся от преступности так ну и мне еще удивляет то что они не разбегаются вот это вот тут ничего нету сейчас у нас ну как что тут у нас будет сейчас много бродяг сейчас мы сейчас мы уберем сейчас мы это уберем так отлично очищение террор среди крестьян не среди крестьян а среди бандитов среди бандитов террор казнь чё что он этот за грехи я держим и желанием богиня сексуальное желание не понял что он делает он не может идти чему типа молится ну знаете ну знаете сейчас он будет о о он их из постели потащил 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 ну-ка давай так казнь и казнь еще двое осталось все мы сейчас очистим весь город весь город будет очищен ну-ка слишком ли много бродяг нет уже меньше хлобысь чё у него там еще четыре монеты причем обратите внимание что монеты бандитов они перечисляются мне на счет походу ну-ка там у него было три во плюс четыре ну-ка тут сколько шесть сейчас будет плюс шесть еще один кинжал будет все мы очистили город от этих от бандитов бродяг и у нас был профит ну-ка плюс десять все реально мы короче смотрите как правильно играть в норланд значит забиваем на все копим огромное количество бандитов устанавливаем эшафот ждем когда у бандитов будет большое количество денег и просто тупо потом берем их всех и казним все конец профит вот так то слом игры слом игры дорогие друзья ну что ж мы значится очистили город от бандитов семерых казнили сейчас вот правда тут надо убраться сейчас еще уберутся значит если вам понравилось прохождение то пишите об этом в комментариях к видео мы продолжим дальше проходить ну именно в таком большом формате если не понравилось и хотите там краткого ролика что были основные там вырезки с интересными моментами и прочее прочее без всякой тягомотины то тоже пишите об этом в комментариях к видео я даже знаю я предполагаю кто какой вариант в итоге победит поэтому ну ждите там через недельку уже короткий видос про продолжение нашего прохождения в Норландии построение великой Анильгардской империи может оно что-нибудь да и получится а на сегодня это все ставьте лайки подписывайтесь на канал и пишите в комментариях что вы думаете об отечественной игре стратегии Норланд с вами был Нильгардец до новых встреч 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 стрела